Всем привет! Меня зовут Скловская Ирина, агентство Grand House. Сегодня хочу поднять очень актуальный на сегодняшний день вопрос. Актуальный, потому что сейчас спрос на загородную недвижимость просто бьет все рекорды. А вопрос в следующем. В чем принципиальное отличие ИЖС от садоводства? Минусы, плюсы? А что можно делать на территории СНТ садоводства? Чего нельзя? И вообще, есть ли эти отличия? Так ли все страшно, как думают многие? Почему решила поднять этот вопрос? Потому что все чаще сейчас раздаются звонки мне с такой просьбой, что найдите мне участок, найдите мне дом, но именно территория ИЖС меня интересует. Ни в коем случае не хочу покупать в садоводстве. А на мой вопрос, а почему, люди толком объяснить не могут, чем их смущает садоводство статус. Поэтому хочу рассказать об этом. То есть, общаясь с людьми, я понимаю, что у большинства какой-то остался очень старый, древний стереотип, что на территории садоводства нельзя построить капитальный дом, нельзя оформить его в собственность, как жилой дом, и, соответственно, нельзя получить прописку и все там вытекающие отсюда последствия. В общем, дорогие друзья, уже давным-давно, уже более, наверное, 10 лет на территории садоводства, ну, по крайней мере, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на территории садоводства можно строить капитальные дома, можно оформлять их в собственность, как жилые дома, и, соответственно, все те же практически блага, что есть на территории ЖЭС, есть и в садоводствах тоже. Значит, для того, чтобы вам оформить собственность дом на территории садоводства, что нужно? Ну, во-первых, его построить, да? Ну, вот вы его построили. Дальше. Приглашайте кадастрового инженера, который делает обмеры и который, соответственно, готовит вам технический план здания. Дальше этот технический план здания вы подаете на регистрацию в Росреестр, соответственно, через МФЦ. Все. Больше ничего делать не надо. Ну, естественно, еще присвоение милицейского адреса. Это бесплатная процедура. Делается она порядка 10 дней. То есть вся процедура оформления дома в собственность займет у вас, ну, примерно, наверное, месяц. Так, если не спеша все делать, примерно месяц. По стоимости это, ну, только стоимость услуг кадастрового инженера. Где-то от 10 до 20 тысяч в зависимости от площади вашего дома. Все. Больше ничего не надо. Никаких уведомлений, никаких разрешений, никаких согласований. Самое главное, построите дом в соответствии с нормативами строительными, да? Все. Больше ничего не надо. Дальше вы получили документы на свой дом. Что вы можете делать? Вы можете в нем прописаться. Вы можете получить налоговый вычет с покупки участка. Если вы купили дом в садоводстве, вы также можете получить налоговый вычет, да, после совершения сделки. Вы можете использовать материнский капитал на покупку дома. Дальше, если вы, например, покупали пустой земельный участок и построили на нем дом, оформили его в собственность, вы также можете использовать материнский капитал. Для этого надо все необходимые документы подать пенсионные, а их не так много. Это договор купли-продажи и, соответственно, свидетельство на дом. Ну, обязательно, чтобы он был, конечно же, жилой именно дом. Значит, что еще? Прописка, материнский и так далее, да? При покупке земельного участка на территории садоводства вы также можете использовать земельный сертификат. Они как раз и даются на участки в садоводстве. Поэтому, как вы видите, ничего страшного в именно статусе садоводства абсолютно нет. Какие есть преимущества? Ну, конечно же, более низкая кадастровая стоимость, более низкая рыночная стоимость. То есть дома и участки в садоводствах, даже в черте города, они достаточно доступны по стоимости, да? А по факту, ну, ничем, в общем-то, не хуже. То есть я могу сказать так, рыночная стоимость может отличаться даже порядка миллиона там и более, да? Ну, я имею в виду за сотку. То есть, например, вот участки у нас здесь в Павловске на территории ИЖС, они идут где-то миллион сотка примерно. А участки в садоводстве сейчас идут, ну, примерно, 250-300 тысяч за сотку. Ну, считайте сами, какая глобальная разница. В чем же плюсы ИЖС? Ну, на мой взгляд, единственное преимущество земель ИЖС, это в том, что электричество по закону вам должно доставаться бесплатно, ну, практически бесплатно, 550 рублей стоит, да, госпошлина за подключение электричества. И вам положено 15 киловатт. На территории садоводства вам придется дополнительную мощность выкупать, так как правило, управление этого садоводства. Но, на самом деле, это не такие большие затраты, вот, как правило, это порядка 100-150 тысяч, да, до 15 киловатт докупить. Это разовое, и, в принципе, все. Тарифы одинаковые, что в садоводстве, что в ИЖСе практически одинаковые. Если вы хотите сэкономить именно на тарифах, то просто выбирайте тогда участки в Ленобласти, потому что там тариф намного меньше, он в два раза меньше, чем городской тариф. Вот, а, кстати говоря, сейчас очень часто я сталкиваюсь с тем, что и даже на территории садоводств люди подключаются напрямую к сбытовым компаниям. В принципе, это не такая сложная процедура. Я вот уже тоже задумываюсь над тем, что и самой тоже это сделать. Вот, что еще сказать? Значит, покупать земельные участки и дома также вы можете с использованием ипотеки. На пустые земельные участки тоже можно использовать ипотеку, просто меньшее чуть количество банков работают с такими программами. Но я сама лично тоже свой участок покупала с использованием ипотеки. Поэтому, если вам интересно, как это сделать, можете написать в комментариях, я все очень подробно расскажу. В общем, в заключении хочу сказать, что я сама живу уже пятый год на территории садоводства. Это садоводство находится в Павловске. И скажу так, я ни с одной проблемой не столкнулась, которая была бы связана именно с тем, что у нас статус садоводства. За пять лет никогда я не чувствовала от этого какого-то дискомфорта или что-то такое, что ограничивает меня в каких-то вещах, если так можно выразиться. Абсолютно все удобно, абсолютно все комфортно. То есть я могу сказать так, какие-то организационные вопросы, которые возникают в течение жизни, мне кажется, намного проще и быстрее решить с правлением садоводства, чем эти вопросы решать с администрацией, например, города или какой-то поселка или деревня. Да, если это, например, участок на территории ИЖС. Потому что администрация у нас, как правило, работает намного хуже и медленнее, чем какие-то управляющие компании или садоводства. Единственный мой такой совет. Если вы выбираете участок или дом в садоводстве, конечно, не поленитесь как следует его изучить. Самый важный, основной вопрос, какое количество киловатт дают на участок, на дом. Это очень важно, потому что если количество киловатт небольшое, ну, конечно, жить будет очень сложно и некомфортно. А дальше, ну, какие-то организационные вопросы. То есть есть ли охрана, вывоз мусора как организован, как следят за дорогами, как следят за дренажными канавами, какие электросети, да, современные или там старого образца, сколько людей живет постоянно или больше дачников. Ну, вот такие основные моменты. Их можно легко узнать, просто хотя бы даже проехаться по самому садоводству, все, в принципе, видно будет, да. Поговорить с местными жителями, найти в социальных сетях там группы этих СНТ, часто навести, ну, справки, получить информацию очень-очень легко. Вот, ну, в общем, вроде бы все я рассказала. Если какие-то еще вопросы, пишите, звоните, мой телефон будет в комментариях. Я с удовольствием все расскажу, не только как риэлтор, но и как местный житель, как житель дома в садоводстве. Всем счастливо, всем пока!